Новогоднее оформление площади Ленина в прошлом году никого не впечатлило. Даже искусственная елка стоимостью в 2 миллиона рублей. Но особенный шквал возмущений обрушился на горки вместо светящихся ледяных деревянные карлики. Нет денег, ответили тогда возмущенным горожанам чиновники. Последние, как оказалось, увидели в таких горках только плюсы. Безопасно ведь. Чего ждать в этом году? Будут ли скульптуры, ледяной дворец? В ответе значится, в самом центре площади будет стоять уже знакомая чтенцам искусственная ель. С самой, что ни на есть, кремлевской макушкой. Украсит красавицу теми же снежинками, электрогирляндами, шарами золотого и красного цветов, что и в прошлом году. Но планируется приобретение дополнительных гирлянд. Также на площади установят ледовые цифры 2019 со стороны улицы Бутина и Ленинградской. Горки тоже будут, правда, не ледовые, а снова деревянные. Две детские, одна для подростков и большая горка для мам и пап. Украсят их в том же стиле, что и площадь. А вот обеспечить светодиодным оформлением средств не хватает, поэтому одна надежда на предпринимателей. Со стороны улиц Ленинградской на свободной территории тоже будет каток, а над ним светящиеся гирлянды. Греться в морозные вечера горожанам и гостям на площади будет негде, разве что выручат бизнесмены и предоставят свои юрты для обогрева людей. Планируют также провести конкурс на изготовление ледовых скульптур на площадке между елью и сценой, но в ответе на запрос о ледовом дворце ни слова. Так что только остается надеяться на новогоднее чудо. Ну или на нового в Рио губернатора. Гулял Хасова, ЗАП-ТВ